Эти малютки родились с экстремально низким весом. Всего 500-600 граммов. Еще 6 лет назад у них не было бы шансов на жизнь. До 2010 года крошек меньше килограмма не выхаживали. Сейчас врачи делают все, чтобы такие дети выросли здоровыми. И это возможно. Настолько нежные, недоношенные дети, что малейшее влияние неблагоприятной среды может вызвать ухудшение их состояния. Конечно, они незрелые. Конечно, они еще плохо дышат. Конечно, они еще плохо адаптируются. Они еще не могут усваивать питание, которое им необходимо. Кормят малышей сначала внутривенно, потом переводят на материнское молоко. К каждому ребенку подход персональный. Кто-то быстро набирает вес и уже через пару недель выписывается из реанимации. Кому-то приходится проходить длительное лечение. Современные инкубаторы постоянно контролируют температуру тела младенца, его дыхание. Здесь создаются условия, близкие к внутриутробным. Два-три месяца и ребенок готов к самостоятельной жизни. Каждый год в Самарском регионе выхаживают около 80 малюток с весом до килограмма. И количество таких детей растет, что врачи называют плюсом, потому что раньше такие новорожденные не выживали. В этом году самым крошечным пациентом в больнице Середавина стал малыш, который родился шестимесячным и весил всего 490 граммов. И его выходили. Бывают такие дети, которые очень быстро набирают вес. Когда нам их показывают, мама приходится, мы просто их не узнаем, если честно говоря. Какие они были, там 600-700 грамм и меньше, и когда его приносят до 2 килограмма и больше, это небо и земля. Как говорят медики, причиной преждевременных родов могут быть хронические заболевания у матери, инфекции, акушерские патологии и даже плохое питание и стресс. Но даже в экстремальных ситуациях современная медицина дает шанс. А с открытием нового перинатального центра, который строится в Самаре, в областной столице появится еще около 30 мест для выхаживания маленьких пациентов. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.